привет дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами катеров танки в общем сегодня мы поговорим о экспериментал вот но и заодно посмотрим достаточно неплохой бой вот смотрите габариты этого огромного танка до смотрели на шведа на и посмотрите на эту тушу но несмотря на то что танк довольно таки интересные японцы у нас не очень популярны понятно почему и так будет я вам скажу наперед вспомните мои слова до того момента пока не ведут обещанное повышение роли брони да когда у нас расстояние будет бронепробитие снижаться когда по нерфят бронепробитие для ст высокого уровня там и прочие прочие моменты вот эти будут введены и когда арту не то что по нерф это период переведут в такую плоскость саппорта да вот какой она принципе должна быть вот тогда вот японцы заиграют новыми красками потому что они большие мощные с хорошей бронёй это все конечно будет играть им на пользу а пока что они отгребают от арта не отгребают от голдовых снарядов они огромные в них промазать невозможно и они довольно такими длительными но при этом мощные пушки то есть мы видите сейчас бабах т-67 все придвигла и фактически без кп остался но тут он конечно молодец вообще красавчик я так подозреваю там и без голды было дело ну да ладно что нам пообещали в будущем касательно о и эксперименту да так как наверное многим из вас бросалось глаза то что несмотря на свой внушительный вес и вот такие вот габариты этот танк очень даже шустрый даже сейчас даже сейчас когда там немножко нарфанули вроде как чуть-чуть по убирали он динамик он еще круче вертелся у него очень проходимость по грунтам была и прочее но в будущем обещают что сделать заберут вот эту пушку так как она очень мощная слишком мощно они посчитали для данного левела она просто аннигилирует все все-таки 300 кп снимает скоростность неплохая ну и в принципе со сведением там более-менее тоже все неплохо все смотрите я выезжаю сейчас и сюда хлоп пошел в ангар вот то есть вот такой момент и сейчас смотрите опять выезжаю так добрый день как вас зовут познакомимся едем в ангар все то есть естественно что нагибаторская немного конфигурация получается но то что и плюс скорость да смотрите что я вот но себе позволить выезжаю бах бах но опять же то что я вам говорил да вот часу над артиллерии отхватил очень сильно страдает и естественно не хватает бронирование которое вот должно на самом деле быть все-таки танк сверх тяжелый не он должна быть мощная броня это как бы вполне естественно но тем не менее у нас бдр со стоповой пушечкой ну понятно что голдой скорее всего пробил и уничтожит вот это все уберут сделают бронирование лучше скорость на уровне у и обычного вот какую-то другую пушку дадут вместо этой и в общем то мы получим такой вот тебе действительно экспериментальный вариант у и и на мой взгляд наверное это правильно это правильно но в любом случае если вы все еще не прокачали данный танк я вам рекомендую это сделать сейчас пока еще это все в перспективе и насладиться геймплеем на такой машине который еще обладает вот этой замечательной динамикой при общей такой мощи которую имеет данные танки это касательно орудия и прочих характеристика на этом нас все следите за новостями подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч пока